В Госавтоинспекции города проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Внимание и спецсигнал». Цель мероприятия – это максимально снизить время прибытия скорой помощи в ОЦН. И противоположный секрет, что в определенных случаях каждая секунда промедления может стоить жизни человека. Ну и в целом, повышение дисциплины участников дорожного движения, в части предоставлением беспрепятственного проезда специальным автомобилям с включенными специальными световыми и звуковыми сигнальными устройствами. К этим автомобилям относятся автомобили скорой помощи, автомобили оперативно-спасательных служб и милиции. Как часто вам не уступают дорогу на проезжей части? Очень часто. Особенно иномарки, если там молодые водители, лекачи, стараются обгонять скорую. Когда идешь с включенными мигалками, допустим, во вторую больницу, в кардиологию я имею в виду, или же идешь в первую больницу. Возле первой больницы наставят, там в желтой линии уже нарисовали, но иной раз нельзя подъехать к экстренной хирургии, чтобы выгрузить больного. Трудно бывает. Не развернуться, не подъехать. Идешь, допустим, на войку, левую, берешь полосу, чтобы на кольцо выйти. А тебя тут справа и начинают лавировать, обгонять. Мы едем до больного, а срок у нас сейчас по новому положению по городу не свыше 10 минут. То каждая минута для больного кажется жизнью. Поэтому опоздание на вызов срываты опасностями. Может быть, даже и детальный исход. Все зависит от того, какой это вызов. Поэтому, конечно, водители, которые видят, что идет карета экстромедицинской помощи, обязаны уступить дорогу не только уйти вправо, но и остановиться. Чтобы прошла быстрее эта машина до места, куда ее вызвали. Продолжение следует...